Вы знаете, вера — это не просто слово, которое к ней можно прилепить и культуру людей, и просто название, или просто сказать, вот, этот человек верующий человек, или этот человек, он верит просто в Бога, или можно прилепить разные такие термины и думать, что этот человек, вот даже как есть и в христианской культуре, и в мусульманской культуре, когда говорит, я иногда с мусульманами разговариваю, говорю, слушай, ну этот человек мусульман, ну он говорит, ну из него мусульман, как из меня, и прямо называет слово там, либо балерина, либо что-то еще, то есть мусульманину, мусульманину, рознь. И также имел общение с мусульманами, которые они действительно, ну, они по-другому смотрят на свою религию. И также, если посмотреть историю и нас, как христиан, и тут есть православные, есть католики, есть лютераны, протестанты, и к этой категории можно назвать, что это люди верующие. Вы согласны или нет? Аминь? Но если мы начнем немножко исследовать тех же православных или протестантов или католиков, то начинаешь понимать, что не все на самом деле вообще понимают, что такое вера. А нам нужно понимать, и что за этим стоит, на самом деле, если бы человек понимал до конца, что такое вера, то я хочу сказать, что в жизни этого человека радикально будет очень сильно отличаться его жизнь от других обычных людей. очень сильно. Человек веры, у него все в жизни происходит совсем по-другому. И мы возьмем тот же стих, который мы в прошлом воскресении, мы его читали, Евреи 11 глава, первый стих. И я взял несколько переводов. И первый перевод это синодальный, и написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Второй перевод, современный, вера это уверенность в том, чего мы... Пожалуйста, Ревер, уберите эхо, слишком эхо, пожалуйста. Современный перевод написано, вера это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем, подтверждение того, чего мы не видим. Перевод Стерна написано, что доверяя Богу, это уверенность в том, на что мы надеемся, убежденность в том, чему мы не видим. Три разных перевода. В оригинальном переводе написано, автор употребляет слово гипостасис, которое имеет много значений. Зная эти значения, мы можем глубже понимать, что такое вера. И вот тут мы начнем, я бы хотел, что такое вера. И есть пять таких пунктов, которые можно копнуть и просто для себя взять. Первое, это гарантия, реальность. Вера есть уверенность. Вера есть твердость и настойчивость. Вера есть удостоверение, как свидетельство, как документ. И я хотел бы, чтобы мы по всем этим пунктам, мы глубже пошли. И что такое? Первое, начнем. Вера – это как гарантия того, что мы получим то, на что надеемся. То есть вера – это гарантия, дает того, что мы получим, на что мы надеемся. То есть, если мы надеемся, то вера – это как гарантия, что мы 100%, не 99,9%, а 100% мы это получим. Если у тебя есть вера в твоем сердце, это без всяких сомнений, это как гарантия. Также второе – это реальность получить то, что для нас было нереальным. То есть есть вещи, когда ты сомневаешься, ты говоришь, ну, это для кого-то, может быть, получится, но это не для меня. Это нереально, чтобы я это получил. Знакомо вам, иногда даже вы, каждый, возможно, употреблял такие слова, говорит, ну, вот у него получилось, но у меня это нереально. Или наоборот, я часто слышу от людей, которые иногда делюсь некоторыми проектами, они говорят, ну, пастор, это возможно, но я думаю, это нереально. Некоторые люди, которые не знают меня, они говорят, ну, так, хорошо мечтать, но не в этом случае. Поэтому, когда есть вера, это реальность получить то, что для нас было нереальным. Третье – это уверенность в том, что мы получим ожидания. То есть уверенность. Ты уверен на все 100%. Все скажут, нет, ты уверен в том, что все у тебя получится. У тебя настолько железобетонная уверенность, что будут 100 человек, 1000 человек скажут, нет, а ты скажешь, я уверен, у меня все получится. С Богом у меня все получится. Аминь. С Богом у меня все получится. Если у тебя не получится, у меня Бог, который все может, с Ним все возможно. Дальше. Вера – это настойчивость относительно того, что мы ожидаем. Настойчивость – это когда ты уже всех достал, а ты говоришь, написано, просите и будет. Написано – ищите и найдете. Написано – стучите и вам откроют. Аминь. Настойчивость. А, нет, а я подумал, что я недостоин, и я не решил еще раз спрашивать. А написано в слове – это вера, это когда ты настойчива, ты просто добиваешься своей цели. Ты не смотришь, ты уже достал, тебе уже хотят закрыть рот, а ты знаешь, у меня есть вера. И ты настойчиво идешь шаг за шагом, вопреки того, что, возможно, в том времени, в той ситуации, все говорит обратно. А ты с верой, и ты настойчива. Не получилось первый раз, второй раз, третий, пятый, десятый, двадцатый раз. Но ты все-таки добиваешься. Очень много известных таких людей, которые, они уже давным-давно уже в вечности, но они научные какие-то исследования, какие-то там проекты делали. И у них не у всех получалось с первого раза. Не у всех получалось. Но они настойчиво, шаг за шагом. А, не получилось еще раз. А, сейчас попробую еще раз. Знаете, мы смотрим сейчас, самолеты летят. А сколько раз падали, пока этот самолет взлетел? Сколько самолетов упало и разбилось, пока один самолет все-таки взлетел? Сколько раз машина была разбита, пока она просто взяла и поехала? Сколько раз тот же велосипед, когда его только создавали, сколько раз он падал, разбивался, пока он просто поехал? Поэтому, знаете, настойчивость в вере, когда мы имеем веру и мы настойчиво идем, у нас все получится. Аминь. Аминь. Дальше. Вера это свидетельство, ну как документ, что мы получим ожидаемого. Когда есть у тебя вера, вот есть вера твердая, основательная вера в твоем сердце, это как документ Господь написано. Что если я попрошу, что если мы двое или трое будем согласны в чем-либо, то ты нам дашь. Это как документ. Когда ты имеешь веру, ты можешь сказать Господь написано в Слове Божьем. Написано в Слове Божьем. Написано. Это как документ. И тогда ты можешь этим документом... Марина, дай, пожалуйста, мне Библию. Этим документом, вот в этой Библии, это как документ. У каждого есть Библия? Скажите, пожалуйста. Не телефон, не показывайте телефон. Библия есть? Мало. Друзья, даже если ты не всегда пользуешься, пользуешься больше телефоном, но Библия должна быть всегда с тобой. Библия должна быть. Это как документ. Ну, планшет, батарейка может сесть, телефон, также батарейка может поломаться. А эта книга, она... Ни батарейки не надо, ни 220 не нужна, ни солнечная батарея не нужна. Просто она книжка, которую ты ее откроешь и оттуда черпаешь. И вот этот документ, в этом документе тут написано, утверждена вера твоя. И когда ты берешь и говоришь, Господь, написано, написано, что это благословение в моем доме, написано, что мои дети будут благословены, написано, что если я поверю, то весь мой дом будет спасено. Тут написано, аминь. Тут написано, это документ. Вера есть документ, как свидетельство того, что в твоей жизни должно быть все хорошо. Что ни одно орудие дьявола не будет успешно направлено против тебя. Что ничего нечисто не устоит в собрании святых. В этом документе написано, вся твоя жизнь, все, что тебе принадлежит. Что написано, что ранами его, то есть Иисуса Христа, мы исцелены. Написано, вера это как документ. И когда ты берешь и говоришь, Господь, ты мне обещал. Тут написано, я верю тебе, я принимаю тебя, как Господа и Спасителя. Я принимаю тебя и написано в этом документе, что моя семья будет спасена. Что мой дом, мои дети, моя семья будет восстановлена. Что мои дети будут здоровы. Что мои дети будут свободны от всякого греха. Тут написано, вера это как документ, свидетельство твое. Что когда ты принял Господа как Спасителя, в твоей жизни, в твоей семье, все должно быть по-другому. Аминь. Оно должно быть по-другому. Не можешь, если ты пришел к Господу, ты уже год, два, пять, десять. И в твоей жизни не идут перемены. Ничего не меняется. А наоборот еще хуже. Проблема. Проблема не в Боге. Проблема не в дьяволе. Проблема в тебе. Потому что ты не черпаешь из Слова Божия. А это есть документ. А тут написано все, что должно быть в твоей жизни. В твоей жизни должно быть все по-другому. Если человек приходит к Господу, его жизнь должна измениться. Аминь. Его жизнь должна радикально меняться. В его жизни должны быть радикальные перемены. В его жизни должно быть так, что родные и близкие, друзья скажут. Оу, а с ним что-то тут не так. А с ним что-то происходит не так. А он был конченным алкоголиком. Он был таким и таким. А он вообще стал другим. Это действительно человек вообще, что-то с ним происходит. Давай мы узнаем, что с ним происходит. Написано. Аминь. Написано, что твоя жизнь должна измениться. Написано, что твоя жизнь должна быть другое. Что ты новое творение во Христе Иисусе. Тут написано в этом. Это документ твоей веры. И если ты говоришь, Господь, я твое дитя. Господь, моя жизнь должна быть другая. Я не согласен с тем, что происходит в моей жизни. Я не хочу так больше жить, Господь. Измени мою жизнь. Измени мое сердце. Измени мой разум. Я не хочу так жить. Я знаю людей, 20 лет живут. В их жизни ничего не изменилось. Они знают все о Боге. Они могут тебе цитировать все слова из Писания. Но на самом деле их жизнь не изменилась. У них в жизни еще хуже, чем было. В их жизни еще больше греха, чем было. Знаете почему? Читаем, интересно, поумничаем, но живем прежним. А в Писании написано, лучше бы тебе было не познать. В Писании написано, что лучше тебе было не познать, чем ты познал Слово. Ты познал Его, и ты не исполнил волю и обетование Его. Ты не начал жить по-другому. С грехом не нужно заигрываться. С грехом не нужно заигрываться. Грех, он не будет с тобой играться. Грех будет убивать тебя. Он будет воровать у тебя. Он будет разрушать твою жизнь. Поэтому нужно с грехом бороться. Не с человеком, а с грехом. И если есть грех в твоей жизни, знаешь, можно обмануть церковь. Можно обмануть пастора, служителей, деканов. Ты можешь на всех. Но себя ты не обманешь. Себя ты не обманешь. И когда ты только задумал о грехе, когда ты только начал мыслить о грехе, Господь уже знает об этом. Аминь. Господь уже знает. Захотел пойти покурить. Это же не грех, я же никого не убиваю. Нет, ты себя убиваешь. В чем этот грех? А где это написано, что нельзя курить? Ты не принадлежишь. Ты не можешь управлять своим здоровьем. Ты должен заботиться о своем здоровье. Ты не власть над твоей жизнью. Но когда ты только закурил, и ты начинаешь курить, ты медленно, кто-то купил таблетки, выпил, отравился и умер. И он сразу попадает там, где не должен попасть. А кто-то медленно это делает на протяжении 10, 20, 30 лет. И говорит, я 30 лет курил, я не могу бросать это, у меня зависимость. Нет, тебе нравится этот грех. Тебе настолько нравится этот грех. Нет, я не люблю курить, но не могу его бросать. Нет, ты его любишь. Ты настолько любишь курить. Знаете, почему ты любишь курить? Потому что тебе нравится. А если мне что-то не нравится, и поставят передо мной какие-то вещи, которые, я их не люблю кушать, не люблю пить. Есть люди, которые не любят, например, кефир. Они не будут пить кефир, потому что они его не любят. Есть кто-то, который любит сильно колу или лимонаду, и они ее пьют, потому что им это нравится. Даже если будет во вред, но они это делают, потому что им это нравится. И кто-то говорит, что он не любит курить, но он курит. И он обановывает сам себе, потому что он курит, потому что ему нравится курить. Если поставить, извините за такое слово, я всегда даю такой пример, если вам поставить тарелку полную, полную, полную с навозом. На, кушай. Тебе же не нравится, но кушай. Тебе же курить не нравится, но ты же куришь. Кушай навоз. Он тебе не нравится, но кушай. Почему? Поэтому, знаешь, если не любишь грех, ты его не будешь делать. Но если ты любишь, ты его обязательно будешь жить. 20 лет, 30 лет ходят, и он продолжает грешить. В его жизни происходит хаос. Поэтому вера – это и есть свидетельство, как документ. И все это в Слове Божьем. Аминь. Вера – это как доказательство, что невидимое для нас станет видимым. Это доказательство. Это доказательство, что все, что для нас невидимое, невидимое, оно становится видимым. И когда ты принимаешь, сколько историй, свидетельства именно людей, которые действительно, ну это реально чудо Божие в их жизни, что это было невозможным, невидимым, оно стало видимым. И последнее, вера – это как подтверждение невидимого, но возможно для нас. Как подтверждение, что это и невидимо, но возможно для нас. Для людей веры все возможно во Христе Иисусе. Аминь. Во Христе все возможно. Если ты во Христе, с Христом для тебя нет ничего невозможного. Ничего невозможно. Аминь. Ничего невозможного. Поэтому очень важно, что вера дает человеку. Вера дает нам возможность получить все, что мы ожидаем. Вера дает возможность получить то. Вот просто возможность. Настолько просто смотреть глазами Христа на вещи, что все, что вообще для окружающих будет невозможно, для тебя все будет возможно. Аминь. Вера делает нереальное, реальное для нас. Вот что дает вера. Все, что для кого-то будет нереальное, для тебя будет все реальное. Аминь. Аминь. Два человека будут больны раком. Один христианин. Человек веры. Другой тоже христианин. Но только не человек веры. Просто он верит. А другой, который не согласен. Который настолько реально живет по вере. И вы знаете, могут быть реальные изменения. И быть чудо Божие для того, который является человеком веры. И он может получить исцеление. Аминь. Потому что очень важно, как ты воспринимаешь веру. Просто как слово вера. Или ты принимаешь ее как инструмент, который в твоей жизни работает в каждый день. Двадцать четыре часа в сутки. Очень важно, как ты относишься к этому слову. Или постоянно как раптунг. У меня не получается. Меня Бог забыл. Бог не слышит моей молитвы. У меня проблема. Уже столько лет молюсь и не получаю ответ от Господа. Есть такая категория людей. Есть. И в этом зале очень много таких. Есть другая категория. У него не получается. Возможно, у него уже годы что-то не меняется. Но он говорит, я знаю, кто мой Бог. Я благодарен Господу за эти ситуации. За эти обстоятельства. Я знаю, что у меня все получится. Я еще пока не готов, но Господь меня готовит. Два разных человека на одну же ситуацию. Он думает и мыслит по-разному. И потом проходит год или несколько лет. И у этого человека начинают происходить какие-то перемены, изменения. Очень важно, как мы относимся к этому. Вера показывает нам, что невозможное теперь стало возможным. Невозможное. Знаете, когда не получается, а мы идем, а мы идем, а мы идем, мы шагаем. И потом в один момент раз и получилось. И раз у тебя начинается прогресс. Как один мой друг говорит, вот сложно, тяжело, тяжело. Но я заметил, вот в этом году у тебя начались большие перемены. И все, и это не прекращается. Надо было дойти до этого момента. До этого момента нужно было дойти. Вопреки тому, что ничего не получалось. Просто верить Господу. И идти шагами. И не смотреть ни направо, ни налево. И самое главное, не назад, а только вперед. И в один момент что-то происходит. И потом раз, бам, и в небеса открывается. Благодать начинает изливаться. И этот процесс, этот поток, который изливается в твою жизнь, в семью твою, в работу, в служение, в бизнес. И оно изливается, изливается. И ты просто говоришь, Господь, пусть только не останавливается. Пусть только не останавливается. И все, что у тебя раньше не получалось, ты только берешься, и раз, у тебя получается. Потом за что-то еще берется, и раз, и это получается. И потом это не прекращается. Это нужно практиковать как спортсмен. Практиковать, практиковать. Ага, это. Сначала там у тебя маленькая какая-то вот вещь, у тебя не получалось, раз, получилось. Потом больше, потом больше, потом по ступенькам еще больше и больше. И в твоей жизни ты начинаешь уже проекты глобальные, масштабные, на мировом уровне. Это все возможно. Только надо начинать с малого. Аминь. Вера осуществляет то, на что мы надеемся А как говорится, а надежда умирает последним И когда мы надеемся, долгое время, долгое время мы получим Не опускай руки раньше времени Бывают люди, которые, знаете, вот такая народная пословица Плывет, плывет, дошел до берега, берег увидел и опустил руки и утонул А в нашем деле мы не видим, мы не знаем, когда это произойдет Только один Господь знает времена и сроки только у него Иногда люди любопытствуют и начинают превращать религию как колдовство И говорят, я пойду к тому пророку, он мне скажет А вот тот пророк точно мне скажет Идет к тому пророку, тот не говорит Второй не говорит, год проходит, не говорит А на самом деле Господь давным-давно тебе сказал через Слово Божие Будь терпеливым Аминь? Будь терпеливым Бог говорит Открываем Слово Божие, мы читаем Бог говорит, наберись терпения Время Твое придет Ты еще не готов Были случаи в моей жизни Были трудности Я одному другу говорю Слушай, позволь, помоги мне Чтобы мне поехать в Штаты Я так прямо надеялся Я прямо думал А он говорит, еще твое время я не пришел Знаешь ты, время мое пришло У меня куча трудностей Мне надо сейчас попасть Он говорит, нет, ты еще не готов Время твое еще не пришло Я уже как бы такое Все, я понял Время мое не пришло Значит, надо просто дальше продолжать служить Господу В один момент он говорит Все, готовься Ты готов И когда я попал первый раз Я говорю, Господи, спасибо, что я не попал три года назад И я тогда понял, что я тогда не был готов Поэтому, когда у тебя что-то не получается И ты хочешь прямо сегодня Ты хочешь прямо, чтобы сегодня получилось Наберись терпения Наберись терпения и надейся на Господа У Господа для тебя есть свои планы, свое время У Него все подготовлено для тебя В тот нужный момент Когда ты будешь действительно готов Вы знаете, вот сажается дерево И дерево начинает давать плоды И иногда особенно, когда абрикосы зеленые Или там арабель зеленые И когда в детстве все, наверное, пробовали А давай покушаем зеленые Мы кушаем, они нам не нравятся, они кислые Но все-таки мы продолжаем кушать Иногда получает отравление кто-то Попадает в больницу И мы все равно, что нас останавливает Нет, мы продолжаем кушать А, надо немножко кислого А на самом деле, когда это дерево Уже плоды готовые Абрикосы спелые Ты их кушаешь там Или морабели спелые Они сладкие Ты кушай, и тебе приятно кушать Да? Знаком? Приятно кушать Лучше кушать спелые Чем кушать зеленые Которые они кислые Вот так и когда мы Не готовы для чего-то Бог нас что останавливает Как может? А потом иногда мы пытаемся через Как мы хотим И по неотступности в нашей жизни Приходят некоторые вещи Это проблемы приходят Не благословения, а проблемы И Бог говорит Ну, по неотступности ты хотел, ты получил Но это не время Божие И когда мы берем То, что не в свое время Происходят проблемы в нашей жизни Некоторые говорят Беру дом там Допустим Пример В кредит Радуется Бог благословил меня домом И радуется А потом проходит несколько лет И давай будем молиться Не за что платить кредит Так это же было благословение Это же было благословение Чего молиться Если это было благословение Пять лет назад А сейчас что это? А сейчас это проклятие Потому что благословение Божие Оно обогащает И что? И печали не приносит Когда от Господа приходит благословение Проблемы не идут Аминь Только приходит радость Но когда мы берем то, что нам не принадлежит В свое время Сто процентов Сто процентов Проблемы будут тут как тот Поэтому если в твоей жизни что-то не так Не получается Наберись терпения Наберись терпения Пусть Время еще пройдет И в свое время ты получишь Вера Позволяет нам действовать В измерении В котором действует Бог Без веры Невозможно Невозможно При этом мы не должны забывать Откуда приходит вера Вера приходит от слышания слова Чем больше мы размышляем над Словом Божиим Тем больше мы получаем знания о Боге И о том, что Он говорит о нас Вера же приходит вместе со знаниями Слово дает знание Знание зарождает веру Чтобы мы не Как бы мы не действовали Вокруг веры Без Слова Божия У тебя не может быть Этой веры Без Слова Божия У тебя не может Все оно тут Отсюда зарождается Семя Слово Божие Когда мы читаем Библию Когда мы черпаем Это семя Которое попадает В твоем сердце В твоем Сердце И Знаете Вот берешь семя Я хочу такой пример Семя Семя Дерево Вот дерево Любое дерево Большое Давай выберем дерево Какое-то большое Семя маленькое Очень маленькое И вот это семя Вот представь себе Человек держит это семя в руках И потом он берет Это семя Сажает ее в землю И потом Это дерево Оно Семя Дерево Оно Со времен С годами Оно становится Большим Плодотворным И потом Приносит Это дерево Приносит Плоды Семя Слово Божие Попадает В твоем сердце И проходит Годы Ты молишься Ты наполняешь Ты черпаешь И проходят Годы И Семя Слово Божие Начинает Давать плоды В твоей жизни Аминь Таким Работает Таким образом Работает вера В твоей жизни Вера без Слова Божия Оно не может быть В твоей жизни Оно не может быть В твоем сердце Дальше Смотрите Римляна 10 глава 17 стих Написано Итак Вера приходит От услышания Слова Божия Слово о Христе Итак Вера От слышания Ослышания От Слова Божия То есть Вера От слышания Когда мы слышим Ослышание От Слова Божия То есть Слово Божие Если оно В каждый день Будет попадать В твоем сердце В твоем разуме Каждый день Каждый день Знаете Есть такой Пример Очень хороший История Одного человека Я читал Я хотел бы Просто рассказать Все знают Может быть не все Но кто знает Кеннета Хейгена Есть очень интересная История В его жизни Он родился Неполноценным Даже можно так сказать Говорят Мертворожденным Ребенком Родился В 1917 году Ему Когда родился 900 грамм И врачи сказали Что ему Не жить Но бабушка Решила Иначе То есть Знаете Вот бабушки Бабушки по другому Смотрят на детей Бабушки по другому Бабушки у них Вера другая Чем у матерей Бабушка решила По другому Решила дать ему Шанс Его кормили То есть От него отказались Ну как отказались Сказали врачи Безнадежно Она говорит Нет Будет по другому Она решила По другому И она начала Кормить его Пипеткой Потом Потому что По другому Он не питался И он выжил Он выжил Выжил И в 15-16 лет Ему стало Совсем плохо Настолько плохо Что иногда Мог неделями В ком упасть У него Была проблема Со слухом У него была проблема С речью Он плохо говорил У него была проблема С зрением Короче у него Были серьезные проблемы И вызвали В 16 лет Ему настолько было тяжело Вызвали священника Чтобы помолиться Чтобы отпустить Как обычно вызывая священника Благословили И чтобы его отпустили В иной мир И священник что говорит Смотрите Священник что сказал Мальчик Будь терпелив Через несколько дней Все закончится Он утешил родителей Чтобы Бог Приготовил их К этой утрате И ушел Смотрите Что сделал Кеннет Как только смог Закричал И говорит Но ведь Я еще жив Тогда он попросил Библию Бабушки Можно ходить Всю жизнь Но он что-то увидел В бабушку На самом деле Наверное увидел Человека вера И он попросил Библию И смотрите Что он сделал Это рассказ Он пишет Когда я читал Бабушкину Библию Я понял Что я никогда Не слышал Полное Евангелие Но только Частичное Чем больше я читал Тем больше я Видел Что мне Не нужно было умереть Чем больше я изучал Библию Тем больше я понимал Что я могу Исцелиться Конечно Там был дьявол Который Напоминал Мне Все Все Сомнение И неверие Которые я слышал В своей жизни И сказал мне Что исцеление Устарело Слышали такое Это работало Тогда Когда был Иисус А сейчас Это уже не работает Друзья Библия Она вечна Вчера Сегодня И сегодня Она не меняется Слово Божие Она вечна Работа Божия Над нами Она работает Вчера И сегодня И завтра Будет работа Она не меняется Аминь И смотрите Он открыл И говорит Я прочитал От Марка 5 глава 34 стих Где Иисус Разговаривал С женщиной У которой Было кровотечение Дочь моя Твоя вера Спасла тебя Вступай С миром И будь здорова От своего недуга Иисус Не сказал Что она Исцелена От его силы Он сказал Твоя вера Спасла тебя Аминь Когда я Увидел Что я Понял Что если Ее Спасла Ее вера То мне Может спасти Моя вера Аминь Твоя вера Может изменить Твою жизнь Твоя вера Которую ты будешь Черпать Из Слова Божия Из Библии Оно может Все изменить Твоей жизни Она может Дать тебе Исцеление Она может Изменить Твою семью Она может Примирить Она может Вернуть Все Что украл Дьявол Все эти годы Твоя вера Тебе нужно Принять И иметь Веру В Господа Твердая Основательная Она может Изменить Все Аминь Дальше В заключение Перед тем Как Нам нужно Постоянно Насыщать себя Божьим словом Как пищей И от этого Наша вера Будет Постоянно Расти Это очень важно Друзья Это очень важная Как бы Инвестиция Сейчас понимать В том Что Если ты будешь Постоянно Черпать Черпать Оно В твоей жизни Начнет Происходить О том Чем я выше Говорил Кушайте Слово Божие Вы понимаете О чем говорится Кушайте Черпайте Когда вы читаете Вы наполняетесь Вы наполняетесь Вы наполняетесь Свой сосуд Словом Божиим Не сомнением Не то А вот мои предки А вот мой дедушка А вот моя бабушка Так Послушайте Что Слово Божие Говорит о вас Послушайте Что тут написано Оставьте в покое Ваших предких Бабушек И дедушек И те Которые Вас чему-то научили Вы их почитаете И продолжайте Почитать Уважайте Вспоминайте Но касательно Веры Черпайте Слово Божие Вот отсюда Вам нужно Много чего Брать Для того Чтобы ваша вера Не колебалась Аминь Это касается Всех сфер Вашей жизни Подумайте Где у вас Проблема Где есть Проблема Скорее всего Именно В той сфере У вас не хватает Веры Там где У вас Не хватает Веры Там у вас Недостатка Слова Божия Слова Божия Насыщайтесь Словом Божиим И вера Начнет Приходить Когда будете Приходить Вера Научите Приходить Начнут Приходить Ответы В вашей жизни Аминь Поэтому Очень важно Очень важно Чтобы когда Вы будете Наполнены Словом Божиим Когда придут Моменты В вашей жизни Обстоятельства Вера Которая будет Ваша Она будет Генерировать Она будет Двигаться Она начнет Действовать Она начнет Давать о себе Знать Поэтому знаете Очень прискорбно Что что бывает в жизни человека, который многие годы ходит в церкви, многие годы ходит в церкви, и на ячейках, и на молитву, и молится, и постится, и верен в десятины, но в его жизни ничего не меняется. Это проблема. И поэтому для того, чтобы такой проблемы не было, нам нужно исправлять фитиль, нам нужно сосуд свой наполнять Словом Божьим, масло. Словом Божьим, чтобы огонь этот постоянно горел. И когда придут времена тяжелые, или испытания, или какие-то обстоятельства, ты сможешь своей верой побеждать. В то время пройти и выйти победителем. Поэтому очень важно, друзья, я хотел бы, чтобы еще раз напомнить, что такое вера, и что вера дает. Вера дает гарантия, гарантия на то, что у тебя все должно в жизни быть совсем подробно. Гарантия, что твоя жизнь должна быть другой. Вера, она дает реальность. На самом деле, все, что бы как бы ни казалось, но это реальность. Вера дает уверенность. Уверенность. Чтобы кто бы ни говорил, ты уверенно знаешь, кому ты служишь. Ты уверенно знаешь, куда ты идешь. Ты уверенно шагаешь. Ты уверенно делаешь шаги веры. Вера дает твердость. Твердость и настойчивость. Чтобы кто бы ни говорил, чтобы как бы обстоятельства, ты все равно добиваешься, потому что ты знаешь, кому ты веришь. и ты знаешь, что в тебе вера живая. Вера – это дает удостоверение, документ. Документ – это Слово Божие. Это которое должно в твоей жизни иметь и запечатлеться. И если все эти пункты, которые мы говорили сегодня, если ты будешь постоянно их не только исследовать, но черпать, укрепляться, утверждаться, ты увидишь, что твоя жизнь будет другой. Ты не просто будешь говорить, что ты человек верующий, а тебе так будут говорить. Тебе не надо будет говорить, кто ты такой. По тебе будет все видно. Написано Слово Божие, что по делам узнаете их. По делам узнаете их. Поэтому очень важно, друзья, чтобы мы были, не просто назывались как номинальными верующими, но мы им были. И если мы им будем, в нашей жизни все будет по-другому. Друзья, это очень важно, и мы будем продолжать говорить о вере, потому что вера, это то, чего нам не нужно только знать об этом, но нам нужно быть людьми веры. Это очень важно, потому что бывает иногда, если смотришь на жизнь других людей, то такое ощущение, что дьявол больше прогрессируется в их жизни, и больше говорит, и больше использует некоторые методы, чем сам человек, который имеет и права, имеет полностью все моральные и физические, то, что Бог сказал, что я дал вам, и власть. То есть, но человек не пользуется этим. Не пользуется лишь по одной причине, потому что он не наполнен, не наполнен словом веры, и эта вера не работает, она колебается, она слабенькая. Знаете, человек, который идет в спортзал, если он слабенький, хилый, он не может поднимать ни гантели, он ничего не может поднимать, он может смотреть и наблюдать за кем-то, что вот как классно выглядит этот человек, как этот выглядит человек, но он сам, проблема в том, что он может быть точно таким, как он, но ему нужно брать и заниматься над собой. Ты можешь смотреть и наблюдать, почему у этого получается, почему у этого получается, а почему в этой жизни у этого, а вот ему все везет. Нет, послушайте, слово, что этому человеку везет, а мне не везет, это от лукавого, потому что у нас один отец, аминь, у нас один Бог, и Бог любит нас одинаково. Единственное, что разделяет человека от Бога, это грех. Если ты не грешишь и веришь, и принимаешь как Господь, тебе нужно просто больше читать Слово Божие, наполняться, качать свою веру, и однажды все эти пункты в твоей жизни станут реальными. Аминь. Они станут реальными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...